Манчестер Юнайтед и Челси продолжают следить за ситуацией вокруг Фрэнки Де Йонга. МЮ ставит приоритет английских игроков, и это пора прекращать. Бавария сообщила агенту Кейна, что сделает предложение по нему летом 2023, если он не продлит контракт с Тоттенхэмом. 5 сентября испанское издание АЭ сообщило, что Реал и Барселона следят за Захарианом, однако пока никаких официальных предложений московский клуб от испанских грандов не получал. Аллегри назвал PSG главным фаворитом Лиги Чемпионов. Чтобы выйти из группы, нам нужно 10 очков. На мой взгляд, PSG главный фаворит этой Лиги Чемпионов. Алабо о переходе Казимира в Манчестер Юнайтед. Год назад он был в ситуации, похожей на мою, поэтому мы часто говорили об этом. После девяти лет в Реале он искал новый вызов. Я от всего сердца желаю ему всего наилучшего. Нападающий Диего Коста пока не смог получить разрешение на работу в Англии, поэтому его переход в Улверхэмптон находится на грани срыва. Тем не менее, клуб намерен оспорить данное решение и уже подал апелляцию. Спортивный директор Наполя проверил информацию о том, что летом неаполитанцы пытались подписать форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду. Мне жаль это говорить, но этим летом мы даже не начинали реальных переговоров с Юнайтед по трансферу Роналду. У нападающего PSG Лионеля Месси возникли проблемы с особняком на Ибице. У объекта недвижимости, стоимость которого составляет 11 млн евро, отсутствует лицензия на строительство. Прежние владельцы, у которых Месси приобрел дом, расширили жилище без соответствующего разрешения. Вратарь Челси Эдуар Менди отклонил предложение по продлению контракта с клубом. Это связано с тем, что по новому соглашению синегайскому вратарю предлагают зарабатывать меньше его дублера Кепе Арицабалаги. Нападающий Монако Бен Йедер остался недовольным решением тренерского штаба, не включая его в стартовый состав на матч шестого тура чемпионата Франции. А все потому, что главный тренер команды в прошлой игре придумал выпускать нападающего на поле. Разочарованный Бен Йедер демонстративно покинул скамейку запасных, сняв с себя футболку. Агент, представляющий интересы полузащитника Спартака Кристофера Мартинса, рассказал, что игрок выбыл на продолжительное время из-за травмы. Игрок получил травму во втором тайме матча восьмого тура РПЛ против «Зенита». Подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали 13 очков и возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии. Как сообщает портал Опта, ранее клуб из Бергамао никогда в своей истории не лидировал единолично в серии А после пятого или более позднего тура. Норвич до сих пор не рассчитался с Ростовом за аренду полузащитника Маттиаса Нормана. Напомним, норвежец выступал за Норвич на правах аренды в прошлом сезоне. Сейчас полузащитник стал игроком московского Динамо. Карлос Пуййоль считает, что Роберт Ливандовский заслужил золотой мяч. Роберт должен выиграть золотой мяч именно в Барсе. Это стало бы хорошим знаком. Нападающий Париса Жермен Лионель Месси возглавляет рейтинг лучших дриблеров Лиги Чемпионов. С начала сезона 17-18 на счету аргентинца 181 успешная обводка. Бывший игрок Ливерпуля Джейми Карагер впечатлен работы Тенхага в Манчестер Юнайтед. После четырех побед подряд Юнайтед занимает пятую строчку в турнирной таблице Премьер Лиги. Полузащитник Ювентуса Поль Пагба сообщил, что вчера перенес операцию на травмированном мениске. По предварительным данным, 29-летний полузащитник пропустит до шести недель после операции. Эрлин Холланд стал четвертым игроком в истории Лиги Чемпионов, забившим в дебютной игре за три разных клуба. Ранее он забивал за Дортмундскую Боруссию и Зайдсбург. Форвард Аякса Брайан Бробби заявил, что этим летом Эриктон Хак предлагал ему перейти в Манчестер Юнайтед. 20-летний футболист в этом сезоне подписал контракт с Аяксом до лета 2027. Рома хочет продлить контракт с полузащитником Николой Залевский. Римский клуб предлагает Вингеру новые соглашения до лета 2027. Нынешний контракт 20-летнего польского футболиста истекает в 2025. Барселона не делала предложений Манчестер-Сити по трансферу полузащитника Бернарду Силвы. За весь летний трансферный период Ман-Сити не получил ни одного официального предложения по 28-летнему атакующему полузащитнику. Анчелоти рассказал о травме Бензема. Сейчас не похоже, что у Бензема есть серьезные проблемы. Кажется, что это больше неприятная боль, но завтра мы обследуем его колено. Болония 6 сентября на официальном сайте сообщила о том, что Синиша Михайлович покинул пост главного тренера. На данный момент команда занимает 16 место в турнирной таблице. В пяти матчах серии А Болония набрала только три очка. Манчестер Юнайтед и Челси могут попытаться подписать Фрэнки Де Йонга зимой. Об этом сообщает журналист Фабрицо Романо. На данный момент ситуация абсолютно спокойна. Фрэнки хотел остаться в Барсе, поэтому никаких новостей по поводу его будущего пока нет. Манчестер Юнайтед и Челси точно продолжат следить за ситуацией, но они знают, что все лето Де Йонг настаивал на желании остаться в Барсе. Лишь через несколько месяцев станет ясно, в каком направлении будет развиваться ситуация. Юнайтед просто надеялся, что Фрэнки придумает. Иногда нужно потерпеть, чтобы подписать топ игрока. Клуб хотел подождать, чтобы понять, поменяет ли Фрэнки мнение, но этого не случилось, поэтому клуб вложил большую сумму в Казимира. Из-за трансфера Казимира МЮ может уже не вернуться за Де Йонгом, и Челси и Юнайтед подписали полузащитников Закарию и Казимира. Если у этих игроков все получится, то клубы могут отказаться от идеи потратить большие деньги на Фрэнки Де Йонга, написал Фабрицио Романо. Вулверхэмптон намерен усилить команду высокорослым нападающим. Этим летом волки приобрели у Штутгарта Сашу Калайджича за 18 миллионов евро, однако форвард практически сразу выбыл из-за тяжелой травмы. Заменить австрийца был призван знаменитый экс-игрок Атлетико и Челси Диего Коста, который, впрочем, рискует не получить разрешение на работу. По данным Z-Telegraph, Вулверхэмптон попробует пригласить Энди Кэррола, если проблема с переходом испанца так и не будет улажена. 33-летний Кэррол в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента. Экс-нападающий Ливерпуля покинул Вест Бромвич по окончанию прошлого сезона. Эрик Баи, выступающий за Марсель, на правах аренды недоволен принципами выбора состава в Манчестер Юнайтед. Клубу пора прекратить делать выбор в пользу английских игроков, чтобы все были в равных условиях и получали шансы. Нужно поощрять здоровую конкуренцию. У меня постоянно возникало ощущение, что в приоритете у Юнайтед местные футболисты, цитирует и ворийского защитника Timesport. Подобного не происходит в Челси и в других крупных клубах Премьер-лиги. Некоторые люди считают, что за ними забронировано место в стартовом составе, и это делает команду слабее. Надеюсь, Тенхагу удастся изменить это. У него сильный характер. Баварии все еще интересен нападающий Тоттенхэма Харри Кейн. По данным Билд, немецкий клуб сообщил брату футболиста, который выполняет функции его агента, что сделает предложение о трансфере Харри летом 2023-го, в случае, если он не продлит контракт с Тоттенхэмом. Генеральный директор Баварии Оливер Кан – большой поклонник Кейна. Главный тренер также поддерживает идею приглашения форварда следующим летом. Срок действующего контракта Кейна с лондонским клубом рассчитан до лета 2024-го. Субтитры создавал DimaTorzok